В сети вот уже несколько дней бурно обсуждают скандал, случившийся на свадьбе чемпиона мира по вольной борьбе, 24-летнего Заурбека Седокова. Напомним, что союз молодых, невестой спортсмена была 25-летняя Мадина Плиева, разрушился прямо во время праздничных торжеств, которые проходили во Владикавказе. Жених выгнал невесту прямо со свадьбы. История обрастает все новыми подробностями. Мы собрали в одном материале хронологию событий. Сначала ничто не предвещало беды. Счастливые молодожены, которые познакомились в апреле этого года, гуляли с традиционным кавказским размахом. На торжестве присутствовало порядка 500 гостей, а на саму свадьбу, по слухам, потратили порядка 8 миллионов рублей. Само торжество состоялось еще в начале августа, но о случившемся скандале стало известно лишь несколько дней назад. Заурбек Седоков должен был представлять Россию на Олимпиаде в Токио. Но игры из-за пандемии коронавируса были перенесены. Спортсмен решил воспользоваться паузой и жениться. Началось все с того, что некоторые гости, в том числе родители молодых, стали получать сообщения с видеороликами, часть из которых была порнографического содержания. Участницей фривольных видео была невеста Мадина. В сопровождавших их сообщениях говорилось, что невеста занималась эскортом, а также является любовницей миллиардера. Примечательно, что рассылку на телефон гости получили в тот момент, когда новобрачного чествовали в мужском кругу традиционной лесгинкой и подбрасыванием в воздух. Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы, предполагает один из пожилых гостей со стороны невесты. Может, в менее разогретой обстановке реакция не была бы такой горячей. А так, на виду и на слуху, у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой нечестна. Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Цитирует одного из пожилых гостей свадьбы московский комсомолец. Посмотрев два ролика, новобрачный отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После этого, по словам очевидцев, он сидел на полу и плакал. После случившегося друзья увезли его в горы, чтобы он мог прийти в себя и не совершить сгоряча необдуманных поступков. Впрочем, без дальнейших происшествий все-таки не обошлось. Так, отцу невесты стало плохо с сердцем, а публично опозоренная девушка пыталась покончить с собой. Ее жизнь удалось спасти, Мадину вовремя доставили в больницу. После скандала девушка также удалила все аккаунты в социальных сетях. По последней информации, Мадина сейчас находится в Москве. Больше всего публику, конечно, волнует вопрос, кто же разослал эти видео и расстроил свадьбу Мадина из Урбека. Доподлинно это пока неизвестно. Есть версия, что мстительницей стала супруга одного из мужчин, с которым встречалась Мадина. Впрочем, свидетели скандала из окружения жениха утверждают, что не верят в то, что Мадина занималась эскортом. Мадина из очень обеспеченной семьи, ей это не надо. И Заур об этом прекрасно знал, говорит один из свидетелей происшествия. А вот версия с местью обманутой жены кажется гостям более правдоподобной. Якобы у Мадина и правда был роман с женатым мужчиной, который был намного старше нее. По мнению некоторых из гостей свадьбы, пикантные видео с участием Мадины она могла добыть в телефоне своего неверного супруга. Появилась в сети информация, кто мог быть любовником Мадины. Источники из окружения невесты утверждают, что она крутила роман с 62-летним Сергеем Кациевым, входящим в список Forbes с состоянием полтора миллиарда долларов. Сам спортсмен пока никак не прокомментировал случившееся. Но люди из его окружения не осуждают его поступок, так как таким образом Заурбек защищал свою честь. В беседе с журналистами некоторые гости свадьбы также отметили, что причиной столь бурной реакции стал и тот факт, что Мадина скрыла от Заурбека свое прошлое. Все новости о невесте стали для спортсмена полной неожиданностью. Заурбек Седоков родился в Беслане, Северная Осетия. Является чемпионом мира по вольной борьбе 2018-2019 годов. Чемпионом Европейских игр 2019 года, неоднократным чемпионом России, мастером спорта России международного класса. Мнения пользователей сети разделились. Многие сочувствуют жениху и считают, что молодой человек поступил верно. Другие прониклись сочувствием к Мадине. Мне его жалко, она обманула его ожидания, но ее жалко больше. Травли родственников, знакомых и малознакомых обеспечено. Еще и видосы опубликовали. Разве имели право, это ведь ее личное. Обычные видосы, которые девушка может прислать любимому, например. Понятно, что получить такие кадры в день свадьбы, сильный удар. Мне жалко и жениха, и невесту. Пишут в сети. Сам Седоков сейчас, если судить по обновлениям его инстаграма, продолжает тренировки. Никаких упоминаний о свадьбе в его блоге нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.